Александр Волков первым из россиян взял пояс «Беллатор» и по праву может претендовать на титул «Боец года». Волков, однозначно Волков. Мне кажется, что он заслуживает звания «Спортсмен года». Но, говорят, эта победа не обошлась без доли везения. Хоть Александр Волков и выиграл «Беллатор», но не было тех соперников, которые могли бы ему предстоять. Ушел Конрад, чемпион Гробовский, там не было. И поэтому ему более-менее повезло, наверное, с файт-картом. А Хабиб Нурмагомедов успешно выступает в сильнейшей лиге мира UFC. Хабиб выиграл два тяжелейших боя UFC, но он только приблизился к тому, чтобы драться за пояс, претендовать на это. В то же время Андрей Корешков одержал в «Беллатор» пять побед и взял гран-при в полусреднем весе. Я думаю, что сейчас, как бы это безусловно, 76-77 килограмм – первый номер. Я на самом деле ставил на первое место Хабиба до того, как не выступил Корешков. Пять боев, три досрочно. Выиграл гран-при и будет драться за пояс. Можно его занести 15-й лучших бойцов мира. Но стоит ли на фоне заморских успехов игнорировать победы, совершенные нашими бойцами в родных стенах? Очень серьезный прорыв Марат Гафуров совершил, я бы его назвал, пожалуй. Рашид Гамидов сделал свое дело, молодец, надо его отметить однозначно. Александр Яковлев достойный был соперник, но он выстоял и сделал то, что должен был. При вашем активном участии, уважаемые поклонники силовых видов спорта и единоборств, мы продолжаем выбор лучшего атлета 2012 года. Нам предстоит назвать имена лучших из лучших в четырех номинациях. Армрестлинг, бодибилдинг, пауэрлифтинг и ММА. Чуть позже мы расскажем, как вы можете повлиять на выбор победителя и, что немаловажно, выиграть призы от наших спонсоров. Компании фитнесбар.ру, крупнейшего российского ритейлера профессионального спортивного питания, экипировки и одежды для бодибилдинга и фитнеса и бренда спортивного питания «Сан». Итак, имя лучшего рукоборца уже известно. Им стал Хаджимур Атзалоев. В минувшем году он не только взял золото на всех турнирах, в которых участвовал, но и успешно выступив в абсолютке чемпионата России, турнира А1 и Немиров World Cup доказал, что если в тебе бьется сердце чемпиона, то размер не имеет значения, за что без сомнений достоин титула «Лучший рукоборец 2012 года». Более подробно узнать о выборах лучшего рукоборца вы можете на видеоканале «Железного рейтинга» на YouTube. В ближайшее время нам предстоит узнать имена лучшего бодибилдера, пауэрлифтера и бойца ММА. Если вы считаете, что мы назвали не всех российских бойцов, достойных этого титула, заходите в группу «Железного рейтинга» ВКонтакте и пишите, кто, а главное, почему должен стать бойцом года. Тем более, что автора лучшего комментария ждут призы от наших спонсоров. И очередной приз нашел своего героя. Им стал обладатель ника «Елге25», который уверен, что победителем должен стать Хабиб Нурмагомедов. И причина не только в его уверенных победах в UFC, но и огромная работа, которую Хабиб проделывает по популяризации смешанных единоборств. Евгений, эта банка протеина отправляется к вам. Кстати, Евгений поднял очень важный вопрос. А что стоит учитывать при определении лучшего бойца? Только лишь его спортивные достижения? Или не менее важна и та работа, которую спортсмен проделывает для популяризации своего спорта? Я бы поставил Вилатого Яковлева. Да, да, он проиграл. Но он ведет очень, очень хорошую такую работу. И на телевидении, в клипах, в масках. И неплохо выступает. Если вы хотите быть в курсе всех перипетий выбора лучшего бойца минувшего года, то подписывайтесь на наш канал в YouTube и вступайте в группу железного рейтинга ВКонтакте. И вы узнаете обо всем первыми. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК